Здравствуйте, я Павел Толисов и приехал на мастер-класс к Жанну Бекиу, одному из лучших специалистов в гипнофе. Жанна, сколько ты делал опыт в гипносе уже? Сколько ты занимаешься? Я занимаюсь гипноса уже 28 лет. Здорово. Ты будешь маленький. Жанна, скажи, пожалуйста, я читал исследования, потому что меня интересует процесс нейрогенеза и как это связано с жизнью человека. Если человек попивает два стакана вина или стакан водки, то очень большой удар по мозгам и полностью процесс нейрогенеза останавливается. В твоей свидании, что говорят о том, как алкоголь влияет на нейрогенеза? Я думаю, что алкоголь влияет на нейрогенеза. Потому что я не изучаю. Потому что я не знаю, что я не знаю, что это в гипносе, но я не знаю. Это в гипносе, но все. В гипносе. 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 Но агентный пик с кедра, Unoglo и два пик с девицейской, Вижнее, из больших кленков, Но в и theaters, Вижнее с девицейской. Профильнее пик с девицейской, Вижнее, до помощи двеней. Кажется, пик с девицейской парадой, с кем-то вниз и последняя пик с девицейской. Вижнее в и разове пик с девицейской, Корректор А.Кулакова Л'action devient contraire, и он уничтожает нейроны. Я узнавал с огромной радостью, что можно запустить процесс нейронной связи мозга, то есть построить новых нейронных связей мозга. Мог бы ты читательным, слушательным зрителям рассказать, что можно делать человеку, чтобы опять начать наращивать новые нейронные связи? Что должна делать человеку для нейронной связи? Спортсенвайс, тяжеледен, но не слишком интенсивно. Доброе утро. 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 Это знаменитые правила, которые у нас сейчас занимаются. Когда у человека запускается процесс нейрогеназа, что это дает ему жизнь? Какие положения у него? Когда у человека запускается, что нужно, что это дает ему жизнь? Когда мы у нас хорошие сердца, с уменьшими нейронами, мы сможем лучше решить проблемы в жизни. И мы сможем больше решить проблемы в жизни. И что в смысле? И это все, что мы прощаемся. И это все, что мы прощаемся. Комфорт. Которая является основной счастьем. А что можно делать для того, чтобы мы счастливы? Как мы говорили про счастье? Жить по своим желаниям. И в том числе, что наш желание будет в качестве этики. И чтобы они были реализованы. И все. И такой еще вопрос. Гипноз для врачей и психотерапевтов понятно. А чем техники гипноза могут быть полезны обычным людям, которые примут с медициной и психотерапией не связаны? Самогипноз позволяет всем представителям больше решать проблемы, которые встречаются с людьми. Значит, это мы более счастливы. И это мы будем? Конечно. В заключении, что вы можете посоветовать людям, которые только начинают соприкасаться с гипнозом, разбираться, что это такое? Вашим российским слушателям? Я не знаю. Вашим российский слушателям. Извините, что они должны поделиться на трансляцию. Понимаете кое-что? В личном запрещении. Чтобы начать свои частичные башни. Я советую новичкам серьезно изучить техническую базу, которые достаточно простые, и я советую людям каждый день минут по 10-15 подниматься в гипнозуме, и это способствует процесс к гипнозуму и обретение счастья? Конечно, 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 ты все знаешь. Спасибо большое, и ты счастливый человек, как видно.